Всем привет, вы смотрите Огненное ТВ. Почти полгода назад я показывал, как я получал калий из щелочи и сказал, что хочу получить натрий из средства для очистки труб типа крот. Похоже, что вас заинтересовала эта идея и сегодня у меня в руках то самое средство для чистки труб. Мы видим, что в составе присутствует гидроксид натрия, также есть вода и еще какая-то бяка. Короче эта щелочь только очень грязная и разбавленная. Также в хозяйственных магазинах можно найти пакетики вот с таким средством. В составе написано, что это просто гидроксид натрия, то есть это техническая натриевая щелочь без каких-либо добавок, без примесей и без воды. В пакете можно даже различить круглые гранулы, именно в таком виде поставляется натриевая щелочь с заводов. Производители этого средства просто пересыпали ее в мелкие пакеты и продают по космической цене. Конечно получить натрий из такой чистой щелочи это слишком легко для огненного ТВ. Как и обещал, я буду пытаться добыть натрий именно из жидкого грязного крота. Как звучит классно. И забегая вперед скажу, что у меня это получилось. Метод конечно не промышленных масштабов, но небольшое количество натрия получить можно. Для своей коллекции или для экспериментов. Для получения натрия потребуется источник постоянного тока, у меня есть вот такой 100 ваттный 24 вольтовый блок питания. Можно использовать и 12 вольтовый блок, главное чтобы он давал как можно больше ампер. Приступим. Первым делом нужно надеть очки для защиты глаз и перчатки тоже стоит надеть. Я возьму большую консервную банку и поставлю ее на свою самодельную супер пупер газовую плиту, которую я недавно собрал. Заодно проведу тест драйв, чтобы развеять все ваши сомнения о ее надежности и работоспособности. Переливаю крота в банку и зажигаю газ. Нужно выпарить всю воду. По мере испарения жидкость начинает густеть и превращается в кашу. Когда вся вода испарится, начинает плавиться щелочь и вся эта масса начинает сильно пениться и очень хорошо что у меня банка с высокими краями. Пена происходит от выгорания добавок идущих в составе рота. Все это дико воняет и дымит. Так что на кухне это делать не стоит. Только под вытяжкой и при хорошем проветривании. В качестве электродов я буду использовать железные гвозди. Железо не боится расплавленной щелочи. Катод, это там где плюс, я подвешу так, чтобы он слегка касался расплава и при этом не касался железного корпуса банки. Вокруг катода будет образовываться вода, а на аноде будут скапливаться капли натрия, которые с водой реагируют не самым приятным образом. Чтобы изолировать натрий от частиц воды, я сделал заграждение из еще одной консервной банки без дна. Вы видите как быстро образуются капли натрия, они плавают на поверхности расплава и не тонут. Немного потренировавшись, я научился более-менее эффективно их собирать. Они ведут себя примерно как олово на паяльнике. Мелкие капли сливаются в одну большую каплю и повисают на аноде. Собирать натрий лучше также, спаивая его вместе капля за каплей, а потом погружать в просушенное парафиновое масло. О просушке я сейчас расскажу. Таким образом у меня накопилось некоторое количество капель натрия, которые я хотел бы сплавить в одну большую каплю. Делать это нужно под слоем углеводородов. В качестве такого слоя я взял жидкость для розжига. Она состоит из жидких парафинов. В такой жидкости всегда растворено небольшое количество воды, которую нужно выпарить, прокипятив парафин на малом огне минут 15-20. После просушки в таком парафине можно хранить и плавить натрий. Я отобрал самые чистые капли натрия, на которых практически не было чешуек застывшей щелочи и начал их плавить. Натрий плавится при температуре чуть ниже 100 градусов. Как я не пытался, сделать одну большую каплю у меня не получилось. Чешуйки щелочи намертво прилипали к натрию. Щелочь реагирует с парафином и образует желто-рыжую взвесь, которой становится все больше и больше по мере кипячения. Чтобы хоть как-то отделить натрий от шлака, я взял большую пипетку. Очень большую пипетку. Капля за каплей я переливал расплавленный натрий в отдельный стакан. Когда натрия скопилось значительное количество, я решил перелить его в пробирку. После этого я с помощью постукиваний и потряхиваний смог слепить все эти мелкие капли в одну большую каплю. Лучше всего слепание происходит в момент застывания натрия. Вот такой кусок я смог получить. Конечно, объем небольшой. Хотелось бы в будущем сделать агрегат для более эффективного получения металлов электролизом. Но факт остается фактом. Я получил натрий из вот этой жижи вопреки всем сомнениям. Кстати, самодельная газовая плита из прошлого видео отлично справилась, не взорвалась и даже не прогорела. Когда-то давно я снял видео о том, как реагирует литий с десятью разными жидкостями. Если вы не смотрели, то рекомендую посмотреть. В конце этого выпуска будет ссылка на тот ролик. Я хочу провести те же эксперименты с натрием, будет интересно сравнить результаты. Об этом будет мое следующее видео, так что не пропустите и посмотрите эксперименты с литием заранее, чтобы освежить их в памяти. Что? Вы не смотрели то видео? Да как так-то? Короче, я пошел экспериментировать, а вы предлагайте свои идеи для экспериментов. Я люблю эксперименты. С вами был Илюха Полынков, самый выдающийся ученый по версии Огненного ТВ. Не пропустите новые ролики, пока их не заблокировал Роскомнадзор. Я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока! Короче, как и обещал, я буду пытаться добыть натрий именно из жидкого грязного крота.